Стоп-лосс это фиксирование потенциального убытка от вашей сделки. Зачем нам нужен этот убыток и вообще зачем нужен стоп-лосс? Стоп-лосс прежде всего это система. Как ни крути, трейдинг вообще в принципе трейдинг это система и стоп-лосс это также часть этой системы. Потому что если не будет стоп-лоссы и не будет системы, там будут и эмоции и потенциальный убыток постоянно будет увеличен, то есть вы не будете знать вообще сколько вы теряете, вы также не сможете понять сколько вы можете заработать. То есть без стопа торговать я вообще никому не рекомендую, даже тем же скальпером, который торгует на 15 минутках, на 5 минутках, на минутках. Я считаю все-таки даже в такой торговле все равно должен быть какой-то ваш убыток на день, убыток на сделку, чтобы вы хотя бы контролировали и ваш депозит был в сохранности. Потому что торговать без стоп-лосса, кто-то говорит, да, я сам контролирую, я вот смотрю, сам эту сделку сам управляю, как бы все делаю руками. На самом деле это неправильно. Рано или поздно, пока вы управляете одной сделкой, второй, третьей, пятой сделкой, высокую волатильность, просто пойдет, рынок пойдет не в вашу сторону и у вас просто психологически вы элементарно не сможете закрыть эту сделку, закрыть ее в надежде на то, что рынок развернется. Поэтому стоп-лосс это больше как бы такая система, это отключает ваши эмоции и стоп-лосс, и что он обязательно нужен. Также, да, стоп-лосс, мы же не можем, да, постоянно получать убытки. У вас должен быть какой-то определенный лимит на день. То есть если вы получили, например, там 4-5 убытков убыточных сделок, все, вы сегодня, например, не торгуете. Вот, например, как делаю я? У меня 4 убытка по форексу и 4 убытка, если по аксам я получаю, все, я не торгую сегодня. Вот, у меня вот такая система. Мне это помогает. Раньше я также не считала сделки, я открывала много чего, получала убытки, опять открывала, перезаходила по 5 раз по одной и той же точке. То есть мне это ничего не давало, я только теряла. Поэтому лимит также важен по отношению к убыточным сделкам. Вот, так, дальше идем. Правильный стоп-лосс, да, может быть только по отношению к уровню. Что это значит? Стоп-лосс, он не может быть где-то там, где-то вот тут, там, за этой свечой или за этой свечой, вот за вот этой тенью или за этой тенью. Он должен быть только по отношению к уровню. Иначе никак. То есть, почему всегда вот правильно определенный уровень нам дает залог того, что мы можем поставить минимальный какой-то стоп или какой-то надежный стоп-лосс. Потому что этот уровень выстраивают игроки. Если уж мы заходим, да, в позицию, а заходим от сильных уровней, это значит то, что там набрал крупный игрок себе позицию, да, если мы идем, там, например, на пробой или идем или заходим в сделку после ложного пробоя. То есть, у нас есть уверенность в том, что этот уровень выстрел, там, продавец или покупатель, и мы выставляем стоп-лосс за уровень, либо за ложный пробой с уверенностью, да, что эта сделка, там, с высокой вероятностью, что она сработает. Потому что у нас есть сильный уровень. Сильный уровень – это всегда залог хорошего стопа, надежного стопа. Вот. Дальше идем. Расчетный и технический стоп-лосс. Что это такое? Есть два вида стоп-лосса. Расчетный стоп-лосс, он рассчитывается в основном от АТР. То есть, если говорить сейчас про Форекс, да, на Форексе, я уже говорила в своих эфирах, что примерно на мажорах 15-20 пунктов, на кросс-парах 20-30 пунктов. Туда же фунт-доллар, кстати. Фунт-доллар можно до 30 пунктов выставлять стоп-лосс. Это означает примерно, да, 20-25-30 пунктов – это примерно 20%, максимум 25% от АТР-инструмента. Если, например, у нас фунт-доллар ходит 200 пунктов у него в недельный АТР, да, мы считаемся, но 3 дня он входит 100 пунктов, то 20 пунктов, 25 пунктов, 100 – это считается примерно 20% от АТР. Если мы ставим на недельный АТР, там, 200 пунктов, то мы можем поставить 30 пунктов, то есть, примерно так же 20% от АТР. То есть, это расчетный стоп-лосс, то есть, он рассчитывается от АТР в основном. Также по остальным инструментам, там, евро, доллар, доллар, иена, то, как ходят. Все инструменты ходят по-разному, там, доллар, иена 100-120, значит, у нее стоп может быть и 15 пунктов, и 20 пунктов, вот. Так, технический стоп-лосс, да, с расчетным мы разобрались, технический стоп-лосс. Технический стоп-лосс, он более такой ювелирный. Технический стоп-лосс, он ставится в зависимости от ситуации. Я очень, кстати, люблю технический стоп-лосс, я расчетный редко ставлю. Я, в основном, расчетный ставлю тогда, когда в диапазоне прям минимум движения, то есть, 3 к 1 можно взять, поэтому я лучше выставлю расчетный стоп-лосс и там получу свой стоп. Технический, как раз-таки, технический стоп-лосс можно выставлять, когда позиция идет, там, в средний срок, да, когда идет хорошая сделка, и стоп-лосс технически можно выставить, там, и 10 пунктов, на самом деле, и такое бывает. То есть, 10 пунктов можно выставить стоп-лосс, а тейк-профит можно выставить 150 пунктов, понимаете, вот в чем математика. Чем больше потенциал прибыли, тем меньше у вас, в принципе, должен быть стоп-лосс. Вот такая техника. Расчет, ну, все-таки ставится там, где, например, в диапазоне вы хотите взять в канале движение 4 к 1, 3 к 1, например, в диапазоне вам движение дают пройти 40 пунктов, например. Вы можете поставить 10-15 пунктов стоп-лосс. То есть от прибыли, опять же, видите, от прибыли у вас не должно нарушаться соотношение. То есть если 3 к 1, значит 3 к 1, если 4 к 1, значит 4 к 1. То есть в таких моментах расчетный, да, он подходит, когда какая-то повышенная волатильность, когда инструмент идет в канале. Вот технический стоп-лосс, он больше, наверное, подходит для таких стилей, это как по тренду, например, сделка в пробой, либо ложный пробой, да, контртрендовая сделка. Четвертый пункт, да, у меня написано, что технический стоп-лосс не должен превышать расчетный. Очень редких, в очень редких ситуациях при какой-то, может быть, там повышенной волатильности технический расчет, он может быть, может там совпадать или быть чуть больше. Но это бывает в крайне редких случаях. В основном технический стоп-лосс, он не должен превышать расчетный. То есть если в расчетном по фунт-доллару стоп-лосс должен стоять 30 пунктов, а технически у вас получается там вот за такой ложный пробой какой-нибудь там 600 пунктов, например, не 600, а 60 пунктов у вас получается в два раза больше, чем расчетный, вы не можете поставить такой стоп-лосс. Это нарушает все соотношение. Вы даже 3 к 1 не возьмете. Вы возьмете, те, кто торгует, конечно, 1 к 1, да. То есть, ну, вообще желательно правильно по технике, чтобы брать хорошие движения, лучше торговать, это минимум 3 к 1. Поэтому стоп-лосс, он не должен превышать в первую очередь расчетный стоп-лосс. Это от АТАР. Это процент, определенный 20% от АТАР. Вот. Так, какой стиль торговли, такой стоп-лосс, да. То есть при пробое у нас один стоп-лосс, при ложном пробое другой стоп-лосс, при отбое совершенно другой стоп-лосс. То есть там также и меняется в пунктах, да, в пунктах сколько стоп-лосс, то есть величина стоп-лосса также меняется. То есть если у вас пробой, в основном стоп-лосс минимальный такой, можно поставить при пробое, это вот я уже говорю на практике, при пробое и при отбое. При отбое там вообще можно, если, например, есть картинка, как вот по Герчику Александра Герчикова описано, его вот это вот отбойный сценарий, БСУ-1, точнее БСУ, БПУ-1, БПУ-2. Вот. Если вы видите вот такую картинку на графике, легко просто можно стоп-лосс ставить за БПУ-2 и торговать. То есть там вообще мизерный стоп получается. Ну, такие картинки, правда, попадаются не так часто, но вот именно в таком сценарии стоп-лосс можно поставить прям минимальный и тейк-профит ставить там 10 к 1, например. Далее стоп-лосс средний срок и стоп-лосс внутри дня. В чем отличие? Бывает такое, что, например, в средний срок вы хотите взять там полностью отар весь, да, какое-то хорошее движение по тренду. Вы, в принципе, можете стоп-лосс выставлять и на дневном графике. Что это означает? Стоп-лосс средний срок – это и есть стоп-лосс на дневном графике. Но, опять же, он не должен превышать расчетный стоп-лосс. Ни в коем случае он не должен превышать расчетный стоп-лосс, даже если у вас прибыль там 20 к 1. Но вы можете также выставлять на дневке, если это позволяет график. Ну и внутри дня – это, опять же, мы сейчас с вами будем смотреть, это часовик, 15 минут, кто что торгует. То есть внутри дня – это какие-то внутренние таймфреймы, то есть меньше дневного графика, и вы там можете выставлять стоп-лосс.